Штурм Рейхстага шел с 28 апреля по 2 мая. Здание было отлично укреплено. Его обороняло 5000 гитлеровцев. Окна и дверные проемы заложены кирпичом с амбразурами для ведения пулеметного огня. Участники военно-исторической реконструкции в Кубинке постарались как можно точнее и ярче показать этот знаменитый штурм. Это конец апреля, начало мая. Вот этот отрезок времени здесь происходит. Вот мы сейчас приближаемся к 2 мая взятию Рейхстага. Нынешняя военно-историческая постановка – финальная часть Большого пути. За несколько лет в Кубинке прошло несколько масштабных реконструкций. Среди них 22 июня 1941 года, первый день Великой Отечественной и горячий снег, Сталинградская битва. Для энтузиастов главное не только по возможности точно изобразить сражение, но и дать молодым ребятам почувствовать, что же такое настоящая война. На войне не так все легко, как это показано в фильмах, но ценность в том, что ребята готовятся к этим мероприятиям заранее, заблаговременно, преодолевают трудности, тренируются на протяжении двух-трех дней. И только это мы уже видим сейчас заключительный этап, ну, само действие, но перед этому предшествовала довольно-таки кропотливая работа, и ребята прочувствуют, что война – это военная, ну и настоящая работа. То, что война – это в первую очередь тяжелая и смертельно опасная ежедневная работа, участники реконструкции поняли на собственном опыте. Но вот над символическим рейхстагом поднято знамя победы. Можно, как после самого настоящего боя, перевести дух, попробовать кашу от полевого шеф-повара и послушать песни военных лет. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.